Область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Яралы Тухжановым. Они ознакомились с ходом реализации поручений президента страны и государственных программ, с развитием региона, восстановительными работами в Байзахском районе, встретились с местными жителями, а также посетили социальные объекты в Таразе. Вице-премьер Яралы Тухжанов ознакомился с ходом восстановительных работ в Байзахском районе. Вместо значительно пострадавшей средней школы номер 5 села Жебегжолы начато строительство новой школы. Всего пострадало 122 объекта недвижимости, в том числе 106 жилых домов, 12 коммерческих и 4 социальных объекта. В настоящее время 12 подрядных организаций приступили к ремонтно-восстановительным работам. Задействованы 23 единицы техники и 185 рабочих. Началась работа по восстановлению 35 домов. По плану работы должен завершить 10 ноября. Есть более 70 домов, а также 3 бизнес-объекта, пострадавших незначительно. Далее вице-премьер посетил ТО «Суперфарм». Здесь выпускают в сутки 60 тысяч медицинских масок. В год 15 миллионов медицинских изделий. Между ТО «Суперфарм» и ТО «СК «Формация» заключены долгосрочные договоры на поставку медизделий. На предприятии работают 550 человек. Яролы Тукжанов побывал в ряде образовательных учреждений региона, а в ходе посещения историка этнокультурного комплекса «Конья Тарас» вице-премьер особое внимание обратил на то, что архитектура города Тараса претерпела кардинальные изменения. Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра республики Казахстан Ниролы Тукжановым с рабочим визитом посетила Кордайский район. Там он ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин. На заводе вице-премьер с участием Акима области, руководства института и экспертов. Провел совещание, где были рассмотрены актуальные вопросы завода и определены пути их решения. Было дано поручение по строительству завода института биологической безопасности. Мы встретились с работниками завода и увидели всю инфраструктуру. Побеседовали с сотрудниками института, узнали, какие вопросы их волнуют. Также вице-премьер проинспектировал ход строительства жилых домов для сотрудников института. Обеспеченность жильем позволит создать условия для привлечения квалифицированных работников в сфере биологической безопасности. Дома на 180 квартир готовы. Спорткомплекс строится. Нашим сотрудникам, всем тем, кто трудился над созданием вакцины, им оказывается социальная поддержка. Также делегация ознакомилась с ходом строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей поселка Гвардейский. Вместе с тем, Яролы Тукжанов посетил строительную площадку Дома культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе ОТАР, построенный в рамках программы АУЛ ЕЛБСГ. Риналь Рахматуллин, Жамбл Ньюс.